Кочевники тундры верят в нерушимое триединство – природа, человек, олень. Рогатые животные – основа всей жизни. Ненцы говорят, что не они пасут оленей, а олени их. Так было во все времена. Рогатые животные Остров Ямал. Загадочное место. Край земли. Больше половины его площади занимает необъятная тундра с болотами, реками и озерами. Многие века здесь живут ненцы – самобытный и очень сильный народ. Живут просто в согласии с природой. Они заботятся о самом большом поголовье северного оленя в России. Животные больно пасутся на просторах Арктики и не задерживаются долго на одном месте. В поисках пищи они проходят несчетные километры. Поэтому жизнь оленеводов – бесконечное путешествие. Это семья Саратетта. На ненецком языке Саратетта значит «хозяева белых оленей». Супруги Майко и Едейне вместе уже 30 лет. Они – потомственные оленеводы и сейчас работают в оленеводческой бригаде вместе с родственниками и соседями. Помогают дети. У Майко и Едейне их шестеро. За год кочевники проходят около тысячи километров. Зимой – кослают на юге. А когда приходит лето, отправляются на свидания с самой Арктикой. Они держат путь на север – к берегам непокорного Карского моря. Тундра Суровое место. Она не дает расслабляться весь год. Зимой – это царство снегов, ветров и морозов. Летом чаще всего погода капризничает дождями. А когда их нет, людям и животным нужно спасаться от полчищ гнуса. Вблизи морского побережья можно будет отдохнуть от кусачих насекомых. Там же много еды, чтобы олени могли набраться сил перед наступлением холодов. Кочевники выпасают больше четырех тысяч оленей. В огромном стаде – взрослые животные и телята, родившиеся весной. Северный олень – символ выносливости и гибкости. Это животное превосходно приспособилось к суровым условиям Ямальской тундры, где большую часть года царствуют шквальные ветры, а температура может опуститься ниже 50 градусов. Сохранять тепло и переживать любые морозы помогает прослойка жира и роскошная шуба, каждый волосок которой полый. По вездеходным качествам арктические рогачи вне конкуренции. Их копыта устроены так, чтобы они могли ходить по снегу и по болотам, а если нужно – бегать. Бывает, что телята растут не в стаде, а прямо в семье ненцев. Так случилось с этим малышом. Его мать не справилась с болезнью, поэтому люди забрали сироту под опеку. Таких оленят называют авками. Авка будет греться в жилище кочевников и пастись рядом с ним. А материнское молоко ему заменит рыбный бульон, приготовленный хозяйкой. Он станет ручным, как домашняя собака. Вся жизнь ненцев строится вокруг оленей. Они дают пищу, сырье для одежды, жилища и предметов быта. Они доставят в любую точку тундры. Кочевники заботятся, оберегают и даже почитают этих величественных животных. После долгой зимы, когда уходит снег, кажется, что все забыло, что бывает ночью. Летом солнце не заходит за горизонт. Наступает полярный день. Природа спешит пожить яркими красками. В этот период оленеводы меньше спят и больше времени проводят в дороге. Обычно их стоянка продолжается два-три дня. Потом снова в путь. Многотысячное стадо и аргиши не спеша следует к заветной цели. Тундра не терпит торопливых. У нее свой характер и законы. Ее просторы — это сотни километров усеянных топями, холмами, болотами с кустарниками, мхом или шайниками. Ни одна машина, ни один вездеход не справятся с таким путешествием. Но традиционные ненецкие сани, нарты, подобны кораблям с незримыми крыльями. Они созданы, чтобы рассекать это безграничное море. Каждая нарта изготавливается без единого гвоздя. Этот транспорт легкий, маневренный и словно становится одним целым с упряжкой животных. Его конструкция настолько прочная, что выдерживает и скорость, и нагрузку, и перемещение по пересеченной местности. Вереница обозов следует по одному и тому же маршруту. Чтобы оленеводы не помешали друг другу в тундре, все семьи всегда ходят собственной тропой — дорогой своих предков. Кочевники знают каждый поворот, любой ручей или реку. А большая вода — для них не преграда. КОНЕЦ 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 Но есть не только природные препятствия. Многие века путь пастухов простирался там, где полвека назад открыли одно из крупнейших в мире месторождений газа — Баваненкова. Настоящий промышленный гигант с внушительной инфраструктурой. Но он встречает тундровиков дружественно. Несколько десятилетий назад люди двух миров сумели договориться, чтобы производство и северная культура могли существовать в согласии. СИРЕНА КОНЕЦ КОНЕЦ Иногда оленеводы могут идти почти целые сутки, пока не достигнут нужного пастбища и подходящего места для стоянки. Тогда можно разбивать стойбище. В этом временном поселении восемь семей. У каждой свой дом, который называется Чум. Как раковина улитки, Чум всегда следует за хозяевами, а они оберегают и уважают его. Он – символ уюта в суровой тундре и словно маяк сообщает о жизни на безлюдных просторах. Конусообразное жилище собирается из двух основных элементов – шестов и покрытия, шкур зимой и брезента летом. Это одновременно простое и сложное сооружение в морозы сохраняет тепло, а в жару – прохладу. Защищает от ветра и дождя. В центре Чума всегда располагают очаг. Слева и справа – спальные места. Есть небольшой стол для трапез и больше ничего лишнего. Когда вся жизнь в движении, живешь очень просто. В этом секрет выживания в тундре – в простоте и уважении к земле. Ненцы говорят, что человек приходит в этот мир гостем. К природе нужно относиться с почтением, и если брать, то только то, что действительно нужно. Если снаружи главный – мужчина, то внутри ненецкого дома – владение хозяйки. Пока пастухи следят за многочисленным стадом, женщины заняты домашними делами. Все члены семьи и гости должны быть сыты и одеты. Для них нужно сохранить тепло и уют. Лето приносит множество возможностей. Животные наедаются вдоволь на богатых пастбищах, а кочевникам можно заняться бытом. За короткий теплый период в Арктике им нужно успеть заготовить одежду и снасти, подлатать транспорт и снаряжение. Возле каждого чума в стойбище – своя мастерская под открытым небом. Хотя кочеви никогда не заканчивается, ненцы – народ неторопливый. Ремеслом они заняты также спокойно и размеренно. мастерская под открытым небом. Но есть в поселении те, кто не может без суеты. Малыши живут с родителями до семи лет, а когда достигают школьного возраста, уезжают в поселке, чтобы учиться. Но этой непоседе еще рано думать об уроках. В конце весны кочевникам пришла большая радость. Дети приехали на каникулы, в тундру их привозит вертолет. В начале осени железная птица вернется, чтобы забрать их обратно. А до тех пор можно кослать, помогать по хозяйству, играть и общаться с природой. Девочки учатся быть хозяйками, мальчики – пастухами. Каждый день юные оленеводы совершенствуют свои навыки, когда помогают взрослым и во время игр. Заорканить длинный шест пока не получается, но спустя время тренировки принесут свои плоды. Тэндзян и хорей – главные атрибуты пастухов и символы мужественности. Пятиметровый деревянный хорей нужен, чтобы управлять упряжкой. Но бить им кормильцев нельзя, можно направлять. Тэндзян плетут из оленей кожи и используют для ловли быстроногих животных на расстоянии, поэтому его длина может составлять от 15 до 20 метров. С каждым годом мальчики и юноши вырабатывают ловкость, меткость и выдержку. Так постепенно тэндзян и хорей становятся для них не просто инструментами, а словно частью физиологии. Проходят дни в дороге и дни стоянки. Большую часть времени стадо гуляет под присмотром за несколько километров от поселения. Выпас рогачей – технология, которую отрабатывали годами. Оленеводы управляют гуртом, каждый день меняя траекторию перемещения по территории. Маневры передвижения похожи на лепестки и цветка. Так тундра меньше пострадает от тысяч копыт. Каждый вечер мужчины готовят тэндзяны. В стойбище становится шумно. Словно воды бурной реки, его окружают тысячи оленей. Начинается долгий хоровод людей и животных. Этот танец – обязательная процедура. Во время него отбирают сменных ездовых особей, тех, кого нужно лечить и для других нужд. сегодня срезают рога. Они называются панты. Ветвистая корона на голове северного оленя летом мягкая. К зиме отростки костенеют. Ненцы говорят, если не убрать ветви, животные могут поранить друг друга или заболеть. Более спокойные и почти ручные персоны покорно заходят специальный загон – кораль. А непослушные устраивают догонялки. направляют строптивых надежные помощники. Оленегонная или ненецкая лайка – верный друг и напарник каждого пастуха. Эта собака не может похвастать внушительными размерами, но они ей и не нужны. Ее главные преимущества – интеллект, компактное телосложение и физическая форма. Непростая жизнь в Арктике и рабочие обязанности сделали оленегонку идеальным компаньоном. У бригадира Майко это Лапик. Лапик – доминантный пес. Его даже называют бригадиром всех собак. Обучение начинается, когда щенку исполняется год. Наставниками станут человек и старшие сородичи. Но в каждой молодой собаке уже заложена программа из инстинктов и генов. Эта порода не признана современным собаководством, но кочевники Ямала считают ее настоящим достоянием. Когда дни и ночи уже не такие теплые, а олени избавляются от прошлогодней шерсти, путешественников встречает запах холодного и неспокойного моря. Младший брат Северного Ледовитого океана Карское море зимой спит подо льдами, а когда освобождается от оков, показывает свой характер. Мелководное, с частыми штормами, оно всегда сохраняет свой ледяной нрав. Оленеводы разбивают стойбище в нескольких километрах от сурового водоема. Щедрые пастбища делятся изобилием пищи, а ветры не дают разгуляться гнусу. Побережье – лучшее место для оленей каникул. Наступает время ожидания зимы и долгих темных месяцев. С приходом холодов чумы переоденутся в шкуры, а оленям придется добывать ягель из-под снега. Но это будет уже не здесь. Стоянка продлится неделю, а потом огромный караван отправится на юг региона, вновь пройдя по полуострову Ямал. Поздоровавшись с Арктикой и отдав ей свои почтения, кочевники снова не спеша начнут собираться в дорогу. Продолжится бесконечное путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Советского 태ори Наступного режиссер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok